друзья всем привет меня зовут только прилуцкая вы на канале вязание это модно сегодняшнее видео это вязальный влог я только что сняла видеоролик о покупках пряжи своих планах вязание из этой пряжи сейчас я вам хотела показать немножко свои процессы не буду показывать топ диагональ я показывал его уже сто раз немножко покажу свои процессы то чем я занимаюсь сейчас а во второй половине видео мы поговорим с вами о негативных комментариях на канале и о негативных комментариях вообще как я к ним отношусь мое личное мнение если вам интересна такая тема то конечно оставайтесь со мной и смотрите либо первую либо вторую половину либо все видео в целом я вам за это очень благодарна благодарна всем кто не пропускает рекламу смотрит ее а также тем кто выражает свое мнение свое доверие мне подписываясь на мой канал ну что ж вперед друзья вот этот мой процесс из пряжи дропс была я уже показывала на своем канале как раз вот эту спиночку мы с вами там рассматривали я рассказывала о том какие я взяла узорчики из книги хитомишида как я с ними поработала и что изменила как создала вот эту панель для спинки этого джемпера который я вижу для своей дочери это размер 42 44 спинка у меня практически готова я подошла к этапу когда нужно вывязывать горловину а так как я тут записываю все шаги и делаю описание то пока я сбросила на дополнительную нить все это вязание и отложила до того времени когда у меня будет возможность сесть и вязать с полной записью так скажем всех своих ходов но в это время я начала вязать перед впереди я узор тоже изменила я взяла вот эту центральную панель умножила ее на 3 и изменила вот эти вот косички сейчас я вам покажу что же у меня получилось с этим джемперком по переду вот мой перед здесь полотно не отпарено выглядит немножко по-другому и вот как вы видите это то о чем я вам говорила это вот одна как бы один раппорт узора который я повторила трехкратно и немного изменила вот это вот место то есть убрала вот тот вот узорчик всеми узнаваемые с перекидыванием 3 петли здесь я сделала просто 3 вместе и накид мне кажется что панель получилась для переда очень красивая она шире чем по спинке и количество лицевой глади по бокам у меня уменьшилось и зала вот только-только совсем недавно проймы пройма у меня небольшая здесь у меня получается один раз закрыто три петли потом один раз две и два раза по одной то есть в пройму у меня ушло 7 петель в итоге 14 петель я лишилась проймы закрывала своим любимым бесступенчатым способом чтобы вот здесь не было такого рваного края это потом не пригодится когда я свяжу рукава и буду втачивать их вот сюда вот в пройму то есть такой вот красивый край мне пригодится на этот способ у меня есть на канале видео его можно найти в плейлисте технические приемы вязать из этой пряжи были мне понравилось просто очень я из такого состава пряжи еще не вязала пряжа идеально подходит под четверку и хотя здесь слабая скрутка не так но вижу я спицами дропс номер 4 мне очень нравится у этих спиц кончик это прямо то самое что мне нужно вязание идет быстро легко петельки сказать скользят по спицам цвет приятнейший он серый и с небольшим таким розово-пыльным подтоном который особенно виден когда это полотно намокает а вот когда пряжа сухая то больше конечно выступает вперед серый цвет хотя подтон вот этого розового пыльного цвета такого пудрового он все равно слегка виден очень мне нравится я думаю что дочки тоже такая вещичка понравится она будет ее с удовольствием носить вязание двигается не быстро что-то у нас сейчас какая-то заморочка с сериалом у нас не получается смотреть наш любимый сериал который мы уже дошли до 5 сезона это по волчьим законам и поэтому вот пока это вязание у меня что-то отложено вот пара тройка дней надо бы уже заканчивать и откладывается она в принципе и потому что сейчас идет такой момент когда вязание идет не просто так а нужно записывать каждый свой шаг потому что я подбираюсь горловине а это всегда напрягает хочется какого-то вязание такого легкого расслабленного просто так ни о чем не задумываясь потому что вязание все-таки нам приносит радость и нам хочется связывать с ним только самые-самые положительные эмоции чтобы показать вам мой проект номер два также самой посмотрите как же это все таки будет смотреться на фигуре потому что вижу я это все из пряжи стрейчевой и потом когда мы с вами перейдем на стол я это все там разложу вы посмотрите что там совершенно нечего смотреть а дело вот так вот на манекен это будет топ который я предполагаю взять с собой на отдых одет он у меня сейчас на две пары спиц я вот так вот здесь вот эту спицу завернула потому что лямочки еще нет которые всю вот эту конструкцию будет подтягивать также у меня еще не зашит боковой шов не хотелось мне вязать в круговую я сделала деталь сшивную она у меня идет резинкой 2 на 2 и вот так вот я пока просто сколола этот шовчик все нитки еще пока болтаются вижу вот я первую чашку потом буду вязать вторую чашку а потом вернусь к обработке спинки сейчас мы с вами перейдем за стол я поближе покажу это полотно поставлю фотографии той задумки которой я стремлюсь и мы немножко поговорим об этом топе спиночку вам не показала вот так на манекене выглядит спинка резинка переходит в лицевую гладь это будет вот такая обработка вот так дальше будут лямки на столе друзья это моя работа выглядит вообще не презентабельно особенно вот эти вот убавки здесь вот в чашке как-то смотрится совсем когда эта резинка собралась не очень красиво все-таки в растянутом полотне это смотрится лучше и такая она совсем маленькая хотя связано на 48 размер но здесь вот так вот тянется полотно это без усилий это без усилий вижу я из дивы двух видов это простая дива это дива стрейч хотела я друзья вязать этот топ вместе с вами на канале но мне он уже скоро понадобится я смотрю что у меня совершенно нет времени для того чтобы отснимать мастер-класс я решила сделать и этот мастер-класс в формате экспресс то есть я записываю все ходы ряды петли как я вижу где повесила маркеры как разделила вязание и все это будет на моем канале связать вот это место до уровня проймы каждый из вас может по разному можно связать его по кругу кто любит вязать по кругу пожалуйста резинкой 2 на 2 можно вязать вот такую трубочку а потом я вам расскажу и так моя задумка сначала была другая я увидела видео на канале одной моей вязальной подруги немножко загорелась этим топом потом передумала и решила вязать вот такую модель который сейчас вам поставлен экранчик конечно она мне не такая потому что в той модели раппорт узора равен 5 или 4 там 3 лицевые и по-моему 2 изнаночных или 1 изнаночная более так рельефно смотрится совсем из другой пряжи видно что пряжа более такая скорее всего там или хлопок с акрилом в общем что то такое мне кажется там акрильного много там точно не стрейчевая пряжа а какая-то такая хлопковая смотрится замечательно мне понравился я оттуда взяла идею того как мне связать эти чашки и оформить спинку вязала повторюсь из двух видов пряжи потому что подумала что одного мотка дива стрейч мне не хватит хотя она на этот топ вот так вот с открытой спиной я думаю что мне бы хватило здесь у меня будет вот обработка сейчас я отдам тут один ряд изнаночный чтобы у меня загнулась свяжу еще лицевым лицевой гладью несколько рядов и затем подошью вот сюда вот лямки теперь лямки лямки но лямки придется наверное просто пришивать к обработке вот туда вот к изнаночной стороне буду вязать до такого момента пока у меня на спице не останется либо 6 либо 8 петель и на этих 6 или 8 петлях я погоню лямку полым вязанием то есть таким шнуром и довяжу ее вот до этого места там она мне будет прикрепляться старалась вязать так чтобы у меня было как можно меньше кончиков прикрепления но все равно их получается много стрейчевая пряжа тянется прятать кончики будет сложновато я попытаюсь точнее говоря я постараюсь купить клей и кончики буду подклеивать потому что другого выхода я здесь не вижу по кромке вижу двойную кромочную с этой стороны и двойную кромочную с этой стороны первый раз вижу себе такой топ а двойной кромочной сразу не сообразила она у меня друзья начинается не прямо вот отсюда у меня здесь по моему два или три ряда вот видите вот он она вот отсюда начинается вот два или три ряда здесь у меня двойной кромочной нету надеюсь что в готовом изделии это будет незаметно этот топ мне нужен на отдых в городе наверное я бы в таком топе ходить не стала потому что тут белье как бы вообще никуда не спрячешь а на отдыхе и сверху на купальник и без купальника я думаю что у меня этот топ точно зайдет номера оттенков пряжи сейчас если найду этикеточки вам скажу если не найду то они будут в том видео где я буду подробно рассказывать о том как вязать этот топ нашла которая просто дива это вот эта золотая это silk effect и этот цвет 369 350 метров 100 граммах а которая дива стрейч это вот этот вот пудровый цвет это оттенок 382 и дива стрейч она чуть чуть потоньше здесь 400 метров 100 граммах в полотне ну немножко это заметно немножко видно что эта пряжа вяжется более ровно и более мелкие у нее получаются петельки чем вот эта пряжа но еще это и не из-за толщины пряжи мне кажется а из-за стрейч насти вот этой пряжи она укладывается так ровно в вязании то есть ее лицевые выглядят прямо ровненько ровненько эта резиночка выглядит а здесь петельки немножко гуляют возможно для вязания вот этой пряжи мне нужно было вот на этих полосках менять номер спиц хотя бы на 0 25 тоньше но буду знать на следующий раз у меня стрейчевая пряжа еще есть в черном цвете и возможно я свяжу такой топ еще и в черном цвете если не в люди то где-то походить он не всегда пригодится у меня сейчас есть проблема и на даче что-то такое одеть открытое если выйти на участок потому что на дачу попадают вещи из квартиры а так как у меня все такое закрытое я не ношу ничего открытого той на даче мне все получается закрытое а вот в таком открытом топике мне кажется я вполне могла бы ходить по своему участку поэтому свяжем еще если не на этот год то на следующий а экспресс мастер-класс будет если вам это интересно то конечно посматривайте есть у меня некоторые сомнения в том что эти полоски нужно было начинать чуть ниже мой вкус я их как-то очень сильно подтащила высоко груди ну ну так получилось потому что думала сначала что буду вязать только пудровым цветом вообще золотистый не планировала использовать потом что-то запаниковала что мне пудрового не хватит и начала ляпать вот эти полоски ну нравится сочетание цветов мне нравится этот вот оттенок золотого он вот прямо такой золотистый золотистый с отливом я думаю что на солнышке так вообще будет играть я думала даже люрекс сюда добавить ну нет люрексовой пряжи люрексовой нитки у меня нет поэтому не стала заморачиваться что-то еще дополнительно покупать а просто села и вижу чашка идет быстро у меня получается основа уже вся готова вторая чашка я думаю тоже свяжется быстро и тут очень интересное я это увидела на картинке то есть чашка уже вяжется она вяжется вот с убавками вот с этого момента вот отсюда а от спинки она еще нет не отсоединилась то есть спинка еще все еще вот здесь как бы это место прикрывает мне это нравится что спинка не осталась низкой она более такая высокая это я все как бы рассмотрела там на картинке ну вот друзья что я хотела вам показать по этой модельки это мой проект из брашит альпака силк в джемпере для дочери точнее говоря так джемпере постоянно путаю джемпер пуловер мне осталось связать ну ну вообще масечка масечка мне осталось вязать только горловину резинка один на закрыть петли вернуться к подрезам и сшить петля в петлю вот тут вот несколько петелек то есть вот этот вот разрез оформить тут ниточкой чтобы все было аккуратненько на одном и на другом рукаве и все джемпер готов и вот лежит уже больше недели последнее видео которое я снимала по этому джемперу было посвящено вязанию ростка вместе с вами на камеру мы его связали так петельки у меня не ушли здесь вот уже даже приготовила маленькие спицы чтобы вязать на них горловину то есть вот на таких спицах будет удобнее чем передергивать вот на этих длинных и все и почему-то вот процесс никак не идет ну наверное потому что было жарко а пряжется такая довольно таки тепленькая наверное если я вам сейчас его показала на камеру у меня взыграет совесть что нужно доделать ребенку джемпер потому что скоро уже будет прохладно я сяду и сегодня все это сделаю на горловину у меня уйдет вот этого моточка совсем немного пряжи я мне кажется вот прям недавно его начала и у меня остается еще два полных мотка эту пряжу подарила мне ирина брандт я вам рассказывала об этой пряжи на своем канале два полных мотка и еще вот такие вот остатки и тоже это довольно таки приличные остатки конечно это не полный моток но вот так если сложить то мне кажется что это полный моток то есть у меня примерно остается три с половиной мотка пряжа шикарнейшая пока не знаю куда ее мне применить наверное я буду докупать еще брашит вот альпаку силк и какого-то такого придется яркого оттенка покупать там есть такой оттенок красивый вишневого у меня из него есть джемпер может быть вот такой оттенок купить чтобы состыковать и связать модель углом углом вот сюда то есть по типу либо чайки либо японки с полосами цветов тоже будет очень красивый джемпер ок вот такая у меня еще модель в работе дальше что мне еще юбку я так и не распустила и даже не сделала расчет на свой жилет я все думаю как мне его вязать у меня даже уже появилась в голове задумка о том что по переду по полочкам я могла бы вывязать светлые листья использовав отмотав пряжу до белого оттенка провязав там в стиле свинг которым в технике свинг который я вот уже некоторое время вижу какие-то вещички по три листика то есть сделать на по переду жилета на левой и на правой полочке вот вывязать такие листики есть мне такая задумка жилет будет связан поперечным вязанием техника свинг как раз для этого подходит можно сделать расчет и связать такие листья но это все пока только в моей голове потому что на самом деле пока только лежит связанный кусок юбки я даже его повторюсь не распустила диагональку вам не показываю потому что уже надоело и плед тоже не показываю я не вязала его вообще не прикасалась к нему потому что было жарко а сидеть под пледом привязывать эти квадратики не было как-то никакой никакого желания а вот и соврамши оказывается у меня же еще есть носочки я же еще под видео начала вязать носки из своей из пряжи своего украшения посмотрите что у меня получается но эти носки я буду распускать я буду распускать до резинки я маханула пока смотрела видео и вот опомнилась когда связала вот сюда уже носок померила и увидела что резинка то у меня короткая но надо было побольше сделать резинку а все из-за того что я не разделила пряжу пополам я все переживаю что мне не хватит этого моточка пряжи я уже подсоединила суда ализе 800 для вязания пятки и вот самого-самого кончика носочка то есть вот у меня пятка вот такая связана из этой пряжи мне кажется что она сюда подходит в цвет и подумала что мне пряжицы не хватит поэтому я сделаю вот такую резиночку остановлюсь но в итоге на ноге это смотрится очень куца мне кажется что носки даже будут как-то слетать на резинке надо еще вот столько примерно то есть резиночка должна быть вот такая я наверное сделаю так разделю этот клубок на две части чтобы мне уже не переживать конечно в этом случае хорошо бы вязать от от носочка вот отсюда но уже начала вот так поэтому буду вязать вот так пятку вязала сейчас я вот таким способом вяжу пятку мне это нравится больше такой способ я выделяю вот эти петли вижу обратно поворотными рядами на спицы на одной вот у меня как бы вязание на двух спицах вот одна спица и здесь вторая спица на одной спицы я вижу обратно поворотными рядами сокращая здесь две петли и здесь две петли в каждом втором ряду пока не выхожу на то количество петель которое мне нужно по пяточки и дальше начинаю приращивать петли то есть опять обратно поворотными рядами здесь я беру по петельке и возвращаю снова свое количество петель на спицу вот таким образом у меня сейчас вяжется пятка очень очень простой способ вот мне он нравится больше всего не знаю как этот способ называется я когда-то его увидела на канале у оли сережиной она показывала такую пятку я не помню есть название какое-то у этой пятки или нет здесь меня пока дырка потому что там присоединена новая нить процесс красивый увлекательный мне тут спрашивали про окрашиваю про окрашенную пряжу дома как она себя ведет да нормально она себя ведет носочки стираются носится ничего с ними принципиально такого страшного не случается пряжа не цвет не течет пряжа не линяет все все нормально поэтому спокойно можете красить пряжу как в банке как в микроволновке так и на плите этими способами которыми я показывала промышленными красителями пищевыми красителями красителями для яиц красителями для крема ну в торт и все у вас получится ну вот и теперь действительно все о процессах теперь поговорим о том о чем я затронула тему в начале своего видео это о негативных комментариях а перед тем как я закрою стол чтобы спицы у меня по столу не шуршали я буду все-таки с вами разговаривать а сама вязать посмотрите внимательно вот на этот фото фон на котором я вам показывала сегодня свои вещички свои работы и он уже как-то мелькал в моих видео сейчас я вот так вот заложу его своей работой чтобы у меня спицы по столу не елозили и не мешали во время нашего разговора почему же фон к чему тут фон скажите вы просто я хотела бы поговорить на эту тему на примере этого фона потому что больше ничего другого я пока вспомнить не могу если негативные комментарии на моем канале да они бывают изредка и были очень обидные но сейчас к сожалению или к счастью я даже не могу вспомнить на какую тему они были я помню да что были какие-то комментарии которые касались лично меня моей внешности еще чего-то и действительно были для меня ну такими обидными но что там было что человек говорил я вот честно вам говорю не помню абсолютно не помню сейчас а вот этот комментарий который пришел по поводу моего фона он был совсем недавно я не знаю когда выйдет это видео а комментарий я получила день назад позавчера там было написано следующее сначала шло сообщение мелким шрифтом то есть обычным шрифтом и дальше была такая небольшая приписка крупными буквами несколько восклицатель вопросительных знаков вот что бросилось мне сначала в глаза но я начала читать сначала там было написано так красивая красивая виза или что-то такой красивая модель очень приятный женский голос красивые ухоженные руки и фотофон из бомжовской квартиры что это и три вопросительных знака слова фотофон из бомжовской квартиры и что это это вот как раз было написано заглавными буквами то есть тут человек был просто возмущен и поставлено три вопросительных знака что я ответила на этот комментарий и что я делаю всегда с такими комментариями как я на них отвечаю как я на них реагирую я на них не реагирую никак я на них не отвечаю ничего каждый такой комментарий с моего канала удаляется человек который его оставил отправляется в бан сразу же как только я заметил этот комментарий пока на моем канале не так много зрителей и не так много комментариев и у меня в творческой студии нет ни одного комментария на который бы я не ответила и как-то не прореагировала либо я его не заметила либо я его не читала у меня таких комментариев нет, то есть полностью весь мой канал находится под моим контролем, ничего нельзя написать здесь, что было бы мне незаметно и чего я бы не видела, я отношусь к своему каналу как к своему собственному дому, и я не допускаю не то, что оскорблений, каких-то неприятных слов, но даже просто какого-то негативизма и даже критики, я об этом уже говорила неоднократно, к критике я отношусь плохо, любая критика деструктивна, критика в творчестве, и она мне совершенно не нужна, я здесь не для этого, поэтому любые комментарии с критикой также удаляются, но там я смотрю, если комментатор не затронул лично меня, а были у него замечания по моему вязанию, конечно он на канале остается, это мой зритель, ну вот так позволил он себе высказаться, так скажем, в адрес, в адрес моего вязания, может быть он не совсем понял, может быть он еще может как-то что-то осознать, поэтому такой человек остается, а вот такие комментаторы из бомжовских квартир, я вообще, я даже не поняла вообще о чем говорит эта женщина, как вообще можно такое говорить человеку, если ты пришла к нему в дом, вот я просто прикинула это на себя, я пришла бы к кому-то в квартиру, к незнакомому человеку, я недавно с ним познакомилась, и он первый раз пригласил меня к себе в гости, вот я пришла к нему, захожу в коридор, я вижу как покрашен пол, как положен ламинат, допустим линолеум, и я говорю ему, ну это что, хорошая квартира, хорошая хозяйка, ламинат-то вы зачем положили, как в бомжовской квартире, что это, для меня это просто, ну нонсенс какой-то, дикость какая-то, я вообще не понимаю, как такое можно говорить, когда-то я поднимала этот вопрос о том, что вязание это творчество, здесь правильного и неправильного ничего нет, так вот, друзья, тут уже даже речь идет не о вязании, а просто о, не даже не о культуре поведения, здесь, мне кажется, даже не культура поведения, для меня все-таки эти люди, ну может быть кто-то из вас обидится, или кто-то не примет мою точку зрения, но я считаю, что это больные люди, у них не все в порядке с психикой, с умом может быть и в порядке, то есть я не могу сказать, что это какие-то дурачки, не образованные люди, не умные люди, нет, скорее всего, это довольно-таки умные люди, но психически они все-таки ненормальные, потому что психически нормальная особь, которая живет в социуме, среди людей, она просто не может себе позволить и даже не понимает и не предполагает, что вообще себя можно так с другими людьми вести. Когда у человека существуют какие-то отклонения в психике, то для него это в порядке вещей, то есть делать такие замечания людям, это для него нормально, есть друзья такие люди, которые могут остановить человека и на улице, и сделать ему замечания по поводу его одежды, если она не соответствующего цвета, лямочки не той толщины и так далее, и они считают, что они делают для человека добро, потому что сам-то человек, возможно, этого не знает, не понимает, он ведь себя со стороны не видит, а вот мы его со стороны видим, и мы можем дать ему вот такой добрый совет. Теперь хотела бы немного поговорить о том, что я вижу на других каналах. Если я отношусь к таким негативным комментариям, как проявлению психического нездоровья, стараюсь такого у себя на канале не допускать и сразу же эти комментарии удалять, не потому что они мозолят мне глаза, а потому что я не хотела, чтобы в моем доме такое находилось, и чтобы те гости, которые приходят ко мне в дом, которые являются нормальными, адекватными людьми, вот это вот все видели. Мне хотелось бы, как хозяйке своего дома, содержать его в чистоте, в порядке, и чтобы у меня была благоприятная обстановка, хорошая аура, в которую хотелось бы возвращаться, приходить. И если человек что-то смотрит на моем канале и потом опускается в комментарии, чтобы он продолжал находиться в этой ауре доброты и того приятного эффекта, которого он ожидает и получает от вязания, а ни в коем случае не вступать в какие-то конфликты, не читать негативизм и так далее. Я делаю это не только для себя, но и для других, так скажем, подчищая, убирая все это. Причем я смотрю ведь не только вязальные каналы, их у меня не так много, но я смотрю и каналы на другую тематику. И я замечаю, что среди блогеров вообще-то такая тактика поведения не принята. И что чем негативнее комментарий, чем он задиристее, чем он более возбуждает, так скажем, публику, тем более он автором этого канала поощряется, а иногда даже прикрепляется как первым комментарием, чтобы люди проходили, читали, высказывали свое мнение и вступали в перепалку. Ну, не знаю, как к этому относиться. Возможно, это какой-то коммерческий ход, потому что количество комментариев под видео помогает продвигаться этому видео выше по поиску YouTube, возможно, даже на каких-то каналах выходу в топ, ведь есть каналы на YouTube, где количество дизлайков превышает количество лайков. Но эти каналы и эти видео выходят в топ, потому что для YouTube что лайк, что дизлайк – это одно и то же. Он не считает, что если много дизлайков, то это видео какое-то плохое. Он считает так, если много лайков и дизлайков тоже много, или даже дизлайков больше, чем лайков, то значит это видео какое-то интересное, оно вызывает у публики реакцию, которую они выражают. Это значит, что это видео нужно рекомендовать другим, и видео продвигается в просмотрах. Видимо, владельцы этих каналов исходят именно с коммерческой точки зрения. Чем больше просмотров, тем больше просмотров рекламы, тем выше заработок, и поэтому они оставляют весь этот… Хотел сказать срач. Все это оставляют на своем канале. Наверное, так. Возможно, я упускаю какие-то выгоды, но, повторюсь, не хочу оставлять у себя на канале весь этот негативизм. Сама я еще никогда никому не написала ни один негативный комментарий. Если мне что-то не нравится, я просто закрываю это видео, либо отписываюсь от этого канала, но написать что-то владельцу канала нехорошее у меня даже мысли никогда не было. Вот это, наверное, друзья, все, что я хотела вам сказать о своем отношении к негативным комментариям. Надеюсь, что вы со мной солидарны и хотели бы также находиться в какой-то атмосфере благополучия, хорошего настроения, приятного времяпрепровождения, а не читать склоки, свары и откровенно агрессивные выражения. Вот и все, что я хотела бы вам сказать о комментариях. Я немножко тут вяжу, и, наверное, те из вас, кто заинтересовался этим топом, увидели, как я вяжу двойную кромочную, выполняя вот эту вот чашку своего топа. Вот и все, чем я хотела бы сегодня с вами поделиться. Не знаю, была ли я вам полезна. Надеюсь, что была немножко интересна. Вы немножко повязали, провели со мной время. Всем пока-пока. С вами была Ольга Прилудская. До новых встреч. Пока. Увидимся.